Чудеса Друзья мои, мы с вами переживаем рождественский пост, но несмотря на это у нас с вами нет повода, чтобы не радоваться, потому что декабрь исполнен замечательными православными праздниками. Об одном из них мы и поговорим сегодня, 17 декабря. Святая Православная Церковь наша совершает память святой великомученице Варвары. Отец Владимир, будьте добры, в чем заключается подвиг жития святой великомученицы Варвары? Мы должны посмотреть на то, в каком времени она жила и где она родилась. Святая великомученица Варвара родилась в городе Иллиополе, нынешняя Сирия, в правлении нечестивого императора Максимиана, в зажиточной языческой семье. Отец ее Диаскор, рано лишившись своей супруги, очень горячо любил свою дочь и стараясь оберегать ее от напрасных взоров простых людей, он выстроил высокую башню, из которой Варвара могла только с разрешения отца выходить. Святая Варвара, наблюдая прекрасный мир Божий и с высоты своего жилища, задавалась вопросом, кто же так премудро и красиво все устроил? И служанки, которые были идолопоклонницами, на этот вопрос недоуменный отвечали ей, что Боги, которым поклоняется твой Отец, это они все так красиво устроили. Она же в своем уме говорила себе, как могут Боги, которые сотворены руками человеческими, все так премудро и красиво устроить. И она говорила, что должен быть один такой Бог, который не сотворен руками человеческими, но должен иметь свое бытие. И через познание мира видимого она познавала своего Творца. В скором времени к Диаскору начали обращаться знатные и богатые мужи, прося руки его дочери. И с вопросом о браке он пришел к Варваре, но будучи чистая сердцем, будучи целомудренной, ей тяжело было даже слушать и думать о замужестве. И она ответила своему отцу, что если еще раз ты обратишься ко мне с таким вопросом, я погублю свою жизнь, и ты решишься единственной своей дочери. Отец пошел на хитрость. Он решил, что должно пройти еще какое-то время, для того, чтобы дочь его переосмыслила этот вопрос. И для этого он разрешил ей вольно выходить из своего жилища, для того, чтобы в общении со своими сверстницами, с замужними женщинами, она задумалась о замужестве. Отец, будучи в длительном путешествии, дал возможность Варваре вольного общения со своими сверстницами, и она познакомилась с девицами, которые были тайными христианками. И именно они рассказали ей о Святой Троице, о Господе Иисусе, который воплотился от предчистой девы, который пошел на вольное страдание, на крестную смерть, и также они возрастили ей о воскресении Спасителя. В воле Божией было так устроено, что в город Иллиополь пришел под видом купца священник из Александрии. Святая Варвара пригласила его в свой дом. Священник преподал ей истинной веры Христовой, и потом крестил ее во имя Отца и Сына и Святого Духа. Святая Варвара, преисполненная еще большей любовью к Богу, пообещала, что всю свою жизнь она посвятит только Ему. Услыхав от дочери христианское вероучение, отец пришел в ярость. Он обнажил свой меч и хотел убить свою дочь. И лишь бегством святая Варвара спаслась от неминуемой гибели. Убегая от отца, дорогу ей преградила скала, но по молитвам святой к Богу гора раступилась, и святая скрылась в пещере. Долгое время отец искал свою дочь, и лишь от одного из пастухов он узнал, что святая прячется в пещере. Найдя ее к вечеру, отец жестоко избил свое дитя и обессиленную за волосы притащил домой. Запер ее в подземелье и до утра морил голодом. С утра же он взял свою дочь и привел к правителю той провинции Мартиану на суд. И сказал ему, вот моя дочь, и я отрекаюсь от нее, если она не возвратится к истокам моей веры, если она не принесет жертву богам. Мартиан, увидя неземную красоту святой великой мученицы Варвары, начал лезть и уговарить ее принести жертву богам. Он говорил, посмотри на свою красоту, подумай о том богатстве, которое имеет твой отец, что это все достанется тебе. Подумай, что перед тобой открывается в земной жизни. Но она откинула все его прошения и прославила единого бога. После этого Мартиан повелевает мучителям обнажить святую деву и в таком виде водить ее по городу. Будучи целомудренной, ей было тяжело переносить взоры мужей, которые смотрели на нее. И она возглавилась Богу, и Господь послал ангела своего, который светом своим сокрыл от отчей мужей ее наготу. После этого Мартиан повелевает, чтобы тело ее избивали воловыми жилами и растирали власеницей. Так что земля вокруг тела святой великой мученицы обогрелась кровью, и еле живой святую мученицу бросают в темницу. В ночи, когда ум святой был занят молитвой, ей явился Господь наш Иисус Христос и сказал ей, «Мужгайся, о невеста моя, я взираю на твои мучения, претерпи до конца, для того, чтобы после этого в вечной жизни ты блаженствовала». И наутро все присутствующие с удивлением взирали на святую Варвару, потому что на ее теле не осталось и следа после недавних бичеваний. Видя такое чудо, одна из девиц именем Иллиония вышла и исповедовала свою веру в Христа распятого и пошла на вольные страдания вместе с мученицей Варварой. Долгое время их также водили обнаженными по городу, после чего, привязав к дереву, начали строгать тело их крюками, начали обжигать их свечами и избивать по голове молотом. «Тяжело после таких мучений даже здоровому человеку остаться живым, но укрепляемые благодатью Духа Святого мученицы остались живы. И вот, видя несокрушимость их веры, Мартиан повелевает усечь их честные главы мечом. И вот здесь мы можем вспомнить одну пословицу, что от любви к ненависти один шаг. И так случилось в жизни Святой Великой Мученицы. Отец, который горячо любил свою дочь, встает ее палачом. Он собственными руками отсекает честную главу Святой Мученицы. Святую Мученицу Иллионию усекнул мечом бывший воин. И Господь в скором времени наказывает и Отца Святой Великой Мученицы Варвары, и правителя Мартиана, которых застигла смерть. А именно, их убила молния и испепелила их тела. Будучи мучима, Святая Варвара молилась Богу. Господи, если кто-то будет в молитвах призывать мое имя, сохрани их от неминуемой смерти. И вот каждый из нас в своих молитвах может прибегать к Святой Великой Мученице Варваре, моля ее, чтобы она уберегла нас от наглой смерти. Во многих странах мира Святая Великой Мученица Варвара является покровительницей шахтеров, является покровительницей людей, жизнь и труд которых сопряжен с опасностями. И в наше время каждый из нас также уязвим, потому что случаются и автокатастрофы, и авиакатастрофы. И вот в своих молитвах мы должны прибегать к Святой Великой Мученице, моля ее о спасении, чтобы Господь ее молитвами уберег нас от наглой смерти. Вот такая дивная была жизнь, такие были страдания Святой Великой Мученице Варвары, и все это она принесла в жертву Богу, Богу истинному. И потому всех женщин, всех девушек, которые носят имя всей Великой Угодницы Божьей, Великой Мученице Варвары поздравляю с наступающим праздником, с Днем Небесного их Покровителя, и желаю, чтобы Господь молитвами и предстательством Святой Великой Мученице Варвары не спасал им крепкое здоровье, интересное духовное, милость свою, а также всех телезрителей поздравляю с этим Великим Днем. Святой Великой Мученице Варвары